Приветствую вас. Вот поскольку вы никакой информации не предоставили о себе и о своей ситуации, то отвечу вам в таком вот самом общем виде. Первое, о чем стоит подумать, это почему человек от вас отвернулся. Что заставило его это сделать, какие обстоятельства, какое у него отношение к этим обстоятельствам, как он их видит. Значит, какое у вас отношение к этим обстоятельствам, как вы их видите. Второе, дайте человеку время, то есть сейчас не нужно ничего доказывать, не нужно ничего обращать. Дайте человеку время побыть без вас, чтобы у него была возможность сравнить немножечко, значит, ну вот, сравнить, как, например, без вас ему будет жить, как, соответственно, живой с вам. Да, то есть, чтобы были вот такие нюансы, контрасты, да. Вот, значит, дальше, следующий момент, это момент значимости для вас, молодого человека. То есть, вы говорите о том, что, по сути дела, вам, молодой человек, этот очень важен, очень дорог, и не очень здесь понятно, не очень здесь ясно, насколько он для вас значим и почему. Вот то, что вы говорите, что на вас отвернулся, свидетельствует о том, что, ну, вы, конечно, сделали что-то, что его разочаровал вас, например. То есть, соответственно, у вас была какая-то активность, в результате которой, молодой человек просто-напросто понял, что вы совсем не так, какой он себе вас представлял. Ну, и, соответственно, исходя из этого, нужно подумать. А какова природа этой активности? Была ли эта активность чем-то исключительным, то есть, не характерным для вас? Или наоборот, эта активность является чем-то вашим нормальным повседневным элементом поведения, просто-напросто теперь вы не знаете, как это все заместить. А далее, далее, принимая во внимание значимость для вас, молодого человека, ее нужно снизить, эту самую значимость. То есть, сделать так, чтобы значимость молодого человека для вас была меньше. Чтобы вы воспринимали его только для самостоятельной, самобытной личности, которую вы хотите сделать чуть более счастливее, счастливее, чем она была до вас. А если вы хотите получать от молодого человека, вот это все желательно получать все же самостоятельно, без него, без кого-либо. Только используя свои собственные ресурсы, свои собственные средства. Далее, значит, необходимо использовать такую форму вашего взаимодействия, чтобы молодому человеку было комфортно. Предложите ему, например, дружбу. Предложите ему дружеское общение, какое-нибудь, ну, вот, самое-самое такое, непринужденное, чтобы... Прямо вот, чтобы, ну, ему было спокойно. Это, вроде, очень важно. Если вы это сможете сделать. Более того, скажу вам больше, это необходимо. Потому что без этого у вас просто-напросто не получится сохранить связь. с человеком, контакт с ним. У вас не будет этого контакта. Без подобного аспекта, без подобного момента. Когда нет контакта, соответственно, нельзя проявлять активность по отношению к человеку. Значит, следующее, общайтесь с ним, взаимодействуйте с ним. Совершенно нормально, спокойно, естественно, чтобы это было. А после улучшите момент, чтобы прояснить для него тот факт, что вы, по сути дела, либо поняли свою ошибку, либо ваши ценности совсем другие. То есть, если же вам, конечно, обещают, как вы это все обставите, да? Но определенный факт заключается в том, что вот так вот вам нужно поступить. По-другому у вас вариантов не будет. Вот это то, что вам нужно делать в самом общем, к сожалению, виде. В самом общем виде, опять же, потому только, что вы очень мало предоставили информации о себе. Если бы информации было больше, то я бы, ну, я говорю только про себя, я бы смог вам помочь куда больше. Вот. А так, ну, сколько дали информации, то столько я и пытался вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь вам. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...